Всем привет дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ. Продолжаем с вами проходить Киберпанк 27.7, покидаем Сандритто и я хочу понять, добраться до посмерти это у нас сюжетное или несюжетное задание? Открыть журнал. Не, не хочу я туда пока добираться, пока я не хочу разбираться с Хельманом и со всеми этими деятелями, я хочу еще выполнить один сайт квест или два. Это что такое? Неплохо так, теперь мы знаем, что банды подкупают копов на право и на лево, надо что делать? Нет, 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 секретно, а где вот это задание, которое мне дала моя подружка? Королева Автострады, а ну-ка, Венера Цельсия, при два товарища, до встречи в космерти, кровь и гуру, что все не то. А это что такое? А, киберпсихопатов, ну это такое. А, это? А че, почему? А, это тоже мы сделаем. Цифровой бонус. По-моему, Тибак последний человек, от которого можно ждать подарков. Она не из тех, кто покупает всем кружки со смешными надписями и футболки с героем и комиксов, а уж чтобы нетранерскую программу для работы, тебе, блин, кажется, ты и нравишься, брат. Может быть, может быть, может быть, я нравлюсь. Тибак. Реинтеграции много, очень много. С этими такси. Так. Одно из двух или изображение, которое ты видишь, реально существует, и ребятчик превратил твои мозги в суп. В любом случае, стоит выяснить, почему эти штуки возникают перед тобой, где попало. На твоем месте я бы поговорил с Виктором. Это все не то. Венера в мехах. А что там? Мередит Стаут пригласила тебя в Nowtel? Блин, даже не знаю, поздравлять тебя или отговаривать. В любом случае, потом расскажешь, как подбивать клиник телкам из Мелитеха. Все, мы идем. Мы идем, мы идем, мы идем. Добраться до первого этажа мотеля Nowtel. Хорошо. В чем проблема? Что такое? Почему лифт не едет? А, оу. Я, наверное, никогда местными лифтами не научусь пользоваться. Серьезно. Что-то я сейчас еще раз проверю, так. Быстрое перемещение. И что-то мне кажется, что я от автомобиля откажусь. Потому что, ну, правда, это все быстрее в разы. Так, карта, 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 да. Быстрое перемещение. Смотрим, смотрим. Где мы? Ближайший который. Вот этот? Да. Пойдемте. Сто метров пробежать. Это который на рынке был или какой-то другой? А, нет, машина моя тоже может появиться. Так, место назначения давайте выберем. Вот сюда, конечно. Оказывается, можно раз нажать, и машина будет появляться. Я думал, что это будет появляться только та машина, которая уже моя, а не та, которую я угнал. Прекрасно. Ну-ка, сколько там? 35 метров? Ну, сейчас мы это оббежим. Добраться до первого этажа мотеля No-Tel. А почему? Так сложно. Там что, проблемный первый этаж? Там отель No-Tel? А ну-ка. Moon Hotel. Boshock. Boshock. А, вот он, No-Tel. Здорово. Что там в большом мире? Тебя ждут. Что там в большом мире? Не знаешь, что ли? Ну-ка. Ну и срань. Ой, срань лютая. Я... Что это? А, заперто нет. Мы их ломать все не будем. Мне это не надо. Мадам Мередит здесь? Что? Не ожидал меня увидеть. Здорово. Что это у тебя здесь? Окей. И что теперь? Ну, давай, рассказывай. Тогда до встречи. Корпоративные формики, где улыбнулись. И что это? В общем, дорогие друзья, там была сцена секса, я ее вырезал. Вы меня знаете. Я не люблю это все. Так, иногда двое людей встречаются не в том месте, но в нужное время. И что, и как это попытаться связать? Я не понимаю. Мы приехали, потрахались и уехали. Все. С мадам Мередит. Задание обновлено. А что там обновлено? Я вообще ничего не понял. Приехали на две минуты потрахаться. Зашибись. Так, подождите, подождите, подождите. Журнал. Журнал, журнал, журнал. Реинтеграция. Королева автострали. Это что такое? Цель спли. Соревновательные соревнования в тире? Хе-хе. Какие будут призы? Я не хочу ее. Два товарища. Похоже, полиция заинтересовалась твоим соседом. Они вроде как даже знакомы. Может, поиграешь с сознательного гражданина и спросишь, в чем дело? Если этажом ниже живет потенциальный киберпсих, я бы хотел об этом знать. Давайте будем это задание отслеживать. Так, карта мне нужна. Мне нужны пункты быстрого перемещения. Так, я здесь рядом с домом, что ли, получается? Нет, давайте мы вот сюда выйдем. Хотя, если... Два товарища. Ну-ка, давайте попробуем так выйти, посмотрим, сколько там всего. Отсюда я выйду? Нет, отсюда я не выйду. Мне надо выходить из отеля. Сейчас посмотрим, сколько это времени займет. Сколько? 275 метров. Ну, что-то как-то не асс... Быстрое перемещение сюда. Где оно? Вот сейчас мы сюда добежим. И туда переместимся. Вот оно, вот оно. Прям путешествуем вообще на гиперзвуковой скорости по городу. Ну, у меня этот захваченный противник по стоку-поскоку, я его, в общем-то, не планирую удерживать. Ну-ка. Ну, 20 метров, это уже другой вопрос. И все. Барри. Эй, Барри, у тебя там все нормально? Молчание, знак согласия. Ломай. В другой раз зайду. Нет, почему в другой раз? Попробовать поговорить с Барри через несколько часов? А где подождать? Подождать можно как-то? Подождите. Сесть, 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 сесть. Знаешь, что здесь самое? Нельзя здесь сесть. Местный народит? Э, местной водитель. Мы поговорим с Барри. Ну. Нельзя, видимо, да? Смотри, куда трешь. Представляете, нельзя. А вот это зеленое, этот кружок зеленый, что означает? Сюда можно сесть? Нет. Это что такое? Харен знает, что это. Ну и как это через несколько часов с ним поговорить? Тут нельзя промотать время каким-то образом. А, вот, подождать. Продолжительность. Вот, сейчас подождем. Идем с Барри беседовать. Ну, сия на 35 метров уже отошел. Вот это да. Барри. Барри, я ничего не перепутал? Ну, кто там? Это я, Ви. Сосед твой сверху, помнишь? На днях про машины трепались. Ты нахваливал Меджутане Сион. А я сказал, что это говно для позеров. Ты на меня так посмотрел, что мне захотелось в пустошах сныкаться. Помню. Да. Чего тебе? Просто поговорить хочу. Тебе сейчас это нужно, хоть ты даже себе не признаешься. Потерянного не вернешь. Но я могу тебя выслушать. Ты просто знаешь, что ты не один. Я не понял, что ты. Минутку. Мы и до вас знакомы. Но ты заваливаешься ко мне поболтать о моих проблемах. Да? Откуда идея, что мне нужна помощь? Ты за мной шпионишь? Кто тебя подослал? Ладно, ты меня раскусил. Друзья твои попросили тебя проведать, вот я и пришел. Ты же нормальный парень. Ну подумаешь, в тачках не разбираешься. Большое дело. То есть за пистюлями вернулся? Блин, с тобой поговорил и реально полегчало. Может, засранцы-то мои поправьте за меня переживают. Ладно, заходи. Поговорим, раз тебе не иметься. Барри такой большой, такой глупый. И такой глупый, вернее. Что, садимся? Я тоже потерял друга. Самого близкого и самого лучшего. Было дело. В смысле тоже? А, это ты про Эндрю. То есть они тебе сказали. Он был мой самый близкий, самый старый друг. Он всегда готов был меня выслушать. Как вижу, в полиции Найт-Сити все та же жопа, что и была. Один раз типчик из Мальстреба прямо у меня на глазах убил мелкого пацана. Просто, чтобы поржать. Я ничего не мог сделать. Подонка защищала корпорации. Прикинь, пиздец. Классика. Потом, конечно, кто-то шефу занес чемодан с бабломом. И знаешь что? Во всех отчетах написали, что парень сам себе мозги вышиб. А, прямо у тебя на глазах. У меня тогда внутри сломалось что-то. Понял, что все. Не могу. А потом Эндрю не стало, и все покатилось. А больше друзей у тебя на службе нет? Ну вот, Петрова, Мендес. Петрова хорошая баба. Но ей этого всего не объяснишь. А Мендес, а вообще дубина. Он думает, что нам копам слабость не прощается. Но убили мальчишку. Это жизнь. А кто раскис, тот сопля. Но про Эндрю ты ему рассказал. Тебе правду? Я много об этом думал. Короче, Петрова и Мендес знают далеко не все. И это к лучшему. Так, подожди-ка. Расскажешь, как погиб Эндрю? Не то, что погиб. Он умер. От старости. Воды попью. Ну, а что ты хочешь? Он на пару лет младше моей бабки был. От старости? В Найт-Сити? Да ему памятник можно поставить, чтобы весь город знал, что так бывает. Да, смешно. Достаточно урны в Колумбаре. Давай-ка вот так попробуем. Мендес просто ни хера не знает о жизни. Предел есть у всех и даже у него. Просто он к нему еще не подобрался. А если он прав? Может, ей и правда мямля, слабак, сопля. Вживает ведь сильнейший. Это нормально горевать о потере. Легко терять то, что тебе недорого. Наверное. Хорошо поговорили, но мне надо побыть одному и подумать об этом. Конечно. Береги себя. Окей. Найти нишу Эндрю, прежде чем поговорить с полицейским. Что? Какую нишу Эндрю? О чем речь вообще? Что за бред? Поговорить с полицейским. 40 метров. Ладно, идем до лифта. Это продолжается квест, да? Хорошо. Игра уговорила. Это лифт же здесь, да? Да, лифт. Найти нишу Эндрю. Что за ниша Эндрю? Не понял я. Поехали вниз. Прикольные лифты. Прям очень прикольно. У нас, кстати, такой неплохой райончик, я так понимаю, по местным меркам. Ну, как, между дырой и не дырой, я бы так назвал его. Найти нишу Эндрю, прежде чем... Так, это у нас кубы, это кто? Торгаши. Пока не надо оружие мы брать не будем. Ну, сколько там? 1,7 километров. Где-то здесь было же быстрое перемещение, по-моему, да? Давайте посмотрим. Быстрое перемещение. Да, вот оно. А еще где ближайшее? Чего она не крутится? А, вот, все, свободная камера просто, можно. Я думаю, только вот здесь что будет. А, подняться надо наверх. Эх, елки-палки, так я и знал, что я просрал. Все на свете, и это было где-то наверху. Я ж наверху перемещался быстро. Ладно. Поехали наверх. Ну, ничего. Будем познавать город, что. Услуги. 50 метров, 45. Угу. Уже третий год подряд корпорация Милитех признается лучшим работодателем Найт-Сити. Ну, кто б сомневался. Господи. Компания побеждает благодаря ряду преимуществ и бонусов для работников, таких как ежегодный оплачиваемый пятидневный отпуск. Межхроничный медицин, препаратом-стимулятором и социальным портретом имплатики. Где он, где он, где он, где он? Так, надо запомнить. Штанги. После них направо. Вот сюда надо подняться. И вот оно. Кроссовец. А мы куда идем? А это что? Ну, здесь машина нужна, я так понимаю. Да, здесь нужна машина. Найти нишу Энди, прежде чем поговорить с полицейским. Ну, тогда давайте вот здесь переместимся. А почему, интересно, оно не везде? Значит, машина используется тоже. Будем комбинировать. И быстрое перемещение, и движение на машине. Окей, окей. Кстати, игра загружается довольно быстро, надо сказать. Все, я приехал. Ну, 650 метров ехать. Бежать это такое себе удовольствие. А вот что-то есть по сюжету. Ну-ка, 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 ну-ка. Журнал записки. Журнал для тех, кто... Гламуры. Журнал для тех, кто наслаждается жизнью. Уже сейчас мы ощущаем, как набирают влияние тренды, которым в следующем году будет следовать весь мир. Один из них – брейнданс диета, которую поют дифирамбы все больше знаменитостей. Главным ее апологетом стала известная законодательница мод Эмбер Дейзи, которая почти полностью отказалась и от синтетических, и от органических продуктов питания. Уже несколько месяцев Эмбер ест в виртуальном мире. По ее словам, правильно настроенный брейнданс оставляет чувство сытости, которое не всегда дает полноценный ужин. О том, как Эмбер поддерживает себя в форме и что думает о популяризации новой диеты в Америке, читайте в нашем эксклюзивном интервью. Плохие новости для поклонников Кэрри Евродина. Фотографии обнаженного рокера, которые несколько дней назад появились в сети, оказались фальшивыми. Менеджер звезды подтвердил, что в их создании участвовал двойник Кэрри из группы Дилдонс. Очевидным отличием он назвал смазанные филиппинские татуировки и цитируем Крохотные анатомические моменты. Крохотные анатомические моменты, значит, да? Здесь же тоже что-то было. Да. Идя отсюда. Читаем. Йокай. Японские демоны прошлого и настоящего. Они живут на горных вершинах, в реках и океанах, на городских улицах и на тех этажах мегабашен, в чьих номерках есть цифра 4. Они могут поселиться у вас в стиральной машине или инфровизоре. Некоторые появляются в одних и тех же местах, другие преследуют определенного человека. Это из-за них вы слышите странные звуки посреди пустыни. Это из-за них вам кажется, будто за вами кто-то наблюдает, хотя вокруг не души. Из-за них вы все время замечаете боковым зрением то, чего не видит больше никто, даже если рипер настраивал ваши импланты совсем недавно. Первое упоминание о йокаях в японской литературе датируется 797 годом. Это сверхъестественные существа, тесно связанные с загробным миром, живут в японском сознании из самого зарождения анемизма. Я думал, анонизма. Нельзя сказать, что японцы верят в йокаях, они просто знают, что йокаях существуют. Помимо призраков, демонов и других загадочных созданий, к йокаям относятся оборотни, абако или бакэмоно. Считается, что они способны принимать облик человека без лица, одноглазого, пугала или животного. Легенды гласят, что по достижению определенного возраста кошки превращаются в бэкэнэка. Эти йокси умеют ходить на задних лапах, разговаривать, танцевать и превращаться в человека, а некоторые даже пожирают собственных хозяев и занимают их место. Иногда бакэнэка приходит к людям во сне. Умеют они и пробуждать мертвых. Для этого им нужно всего лишь перепрыгнуть через тело усопшего. На этом способности бакэнэка не заканчиваются. Так, увидев рядом кошку о двух хвостах, следует осторожиться. Это некамото. Йокай способны проклинать живых и управлять мертвыми. В человеческом обличии некамото выглядит как сварливая старуха, которая вызывает у окружающих необъяснимый страх и тревогу. Впрочем, спешим успокоить наших русскоязычных читателей. Боконэка вы увидите разве что в виде фигурок Монэкинэка в сувенирном киоске. Настоящие кошки в наши дни встречаются реже, чем Мьёкси. Очередной фанат? Нет. Алло. Аллоха. Аллоевич. То есть, где-то лестница же была вниз. Понимаешь, ничего не путаю? Или путаю? Подожди. Не понял. Спуститься нельзя, что ли? Это как так? Ну, это очень. Высоко. Это очень высоко. И мы что, пешком туда пойдём? Всё это читать будем? Ночная жизнь. Ночная жизнь на Найт-Сити. Танцы, выпивка, Декаданс. Если вы любите виртуальный отдых, так же, как и мы, обязательно посетите Лизис. Это лучший брейнданс-клуб в городе с современными кабинами, профессиональной аппаратурой и огромным каталогом ощущений. Всё будет так, как вы захотите, до малейшей детали. Пусть вопросы охранницу входа вас не пугают, к новичкам относятся с подозрением лишь до тех пор, пока они не переступят порог. Поверьте, после Лизис другие брейнданс-клубы вам уже не захочется. Тем, кто ищет хороший бар с богатой историей, мы рекомендуем по смерти. Здесь вполне можно отдохнуть за парой коктейлей, но это прежде всего место, где заключаются сделки. Кто-то приходит сюда, чтобы получить работу у фиксера или обсудить детали заказа с клиентом, а кто-то просто расслабится и посмотреть на лучших наёмников и фиксеров Найт-Сити. По смерти лучшее заведение для всего перечисленного и, в общем-то, единственное. Последний в нашей подборке клуб Райд. Это идеальная площадка для тех, кто любит хорошую музыку. Здесь проходят выступления местных и зарубежных звёзд, битвы диджеев, эксклюзивные шоу и презентации новых альбомов. Райд собирается... А кто там собирается? Неизвестно. О! Лифт! Ёлки-палки! Вон оно как, Михалыч. Всё просто, всё продумано. Где улица? Вот так. Это что, не перевели, не успели? Видимо, нет. А у меня-то, я повторюсь, оказывается, всё это время была возможность просто вызвать свою машину. Что за фигня, а? Что за фигня? А, это что за фигня? Давай моцк. Ну и? Едет? Откуда у меня этот мотоцикл? Интересно мне знать. Мне вот непонятно совершенно, откуда у меня это... А, всё правильно. Сейчас на разворот поедем. Вот я как рассекаю в противогазе. Сейчас мы... Вот так вот. Ну чё? Так поедем? Дайте-ка я по карте сейчас посмотрю. Это что-то мне кажется, у меня каким-то... Да не, нормально. Нормально. Вроде как на мотоцикл я слышал каноничнее. Ну не знаю, я бы не сказал. Мой вид. В противогазе. По Найт-Сити, да. Среди бела дня. Прям вообще. Вписывается в местную обстановку противогаз. Тут же мое почтение. Колумбарий. Стоп, 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 стоп. Ага. То есть я поехал против движения. Ну ладно, здесь оно небольшое в принципе. Похулиганим немножко. Вот так. Это тот самый круг, который был на карте. Зажигательно мы едем. Чё там говорить? Прикольно, Моцар. Только откуда он у меня? Откуда? Я чуть не помню. Если знаете, напишите в комментариях. А то я уже начинаю себя подозревать в раннем склерозе. Но-но-но-но-но. Мишу Эндрю. Что это за хрень? Ниша Эндрю. Нет, 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 нет. Вот так, наверное. Да. А, тут есть быстрое перемещение. Какая прелесть. А почему его карта не показывала мне? Мне вот очень интересно. Давайте посмотрим, почему карта мне его не показывала. Вот что за бред. То есть она мне сейчас его решила показать, да? И сколько я времени потерял? Ну ладно. Пошлите искать Нишу Эндрю. Ниша Эндрю, Ниша Эндрю. Как ты выглядишь, Ниша Эндрю? Колумбарий. Может, кладбище имеются в виду? Ниша Эндрю. Это что? Экран. Ниша Эндрю. Что это такое? А это? Стоп, стоп, стоп. Я отошел уже. Ниша Эндрю, как ты выглядишь? Экран. Это что? Эндрю. Светлая память и моего лучшего друга Эндрю. Ты был черепашкой, но слушал как человек. Ты был рядом, когда бабуля учила меня отличать добро от зла. Ты последнее напоминание о лучших временах. Покойся с миром. Что за черепаха? Слушай, может он стебется? Уж не знаю, как ты, но Барри вряд ли считает дружбу предметом для Стёба. Джонни, где ты? Но черепаха? Да, бред какой-то. Барри говорил, что только Эндрю по-настоящему его понимал. Ну, для лучшего друга можно и разориться на место в Колумбарии. Согласись? Да, ты прав. Что-то я перегибаю. Парень был в глухой депрессии. Друзья его слушать не хотели. Что ему ещё оставалось-то? Вот ты вообрази. Рядом с тобой никого. Любимая бабуля давно отчалила на небеса. А у тебя из всей родни осталась черепаха. Когда вы с бабулей болтали за жизнь, эта черепаха сидела рядом. Потом жизнь врезала тебе по яйцам, бабуля врезала дуба, а черепаха осталась с тобой. Единственный друг, достойный места в Колумбарии. Представь бездну одиночества. У Барри серьёзные проблемы. Черепаха была его единственной радостью в жизни. Кажется, ты начинаешь понимать. Нужно рассказать его друзьям. Надеюсь, ещё не поздно. Ну, знаешь, как бывает. Если долго смотреть в бездну, она начинает смотреть в тебя. А Барри за свою жизнь столько насмотрелся, что может в бездну и шагнуть, недолго думая. Поговорить с полицейскими. Окей. Это что такое? Коллекция Таро у меня есть даже. Ну, хорошо. Сотрудник полиции 1,7 километра. Ну, это быстрое перемещение однозначно. Трактическая история, да, Барри. Трагическая. Где я сейчас? И всё. И никакого транспорта. И нахер нужен этот транспорт? Раз, два и готово. Причем эти путешествия по городу. Так. Это которые внизу патрулируют, да? Ну, вот, видимо, они. А, это ты? Да. Ну, что там, Барри? Перестал сопли на кулак наматывать? Мендес, ты задрал уже. А Барри вам что-то конкретное говорил об этом своем потерянном друге? Немного. Да ничего, почти. Только обронил как-то, мол, это единственный, кто его понимал. Да, не у каждого есть такой друг. Дела у Барри плохи. До того плохи, что он предпочитал общаться не с вами, а с черепахой. Это типа шутка такая? Нет. Какие уж тут шутки. Дело серьезней некуда. Барри было трудно в полиции. Он не справлялся, его гнобили. Но он от вас закрылся. У него никого не осталось, кроме вас и черепахи. Это был его лучший друг. Память о бабушке. А потом, друга не стало. Охренеть. Чушь какая-то. Ты надо мной стебешься? Нужны доказательства? Загляни в Колумбарь, и он выкупил там место. Но зачем он нам врал? Он же говорил об этой черепашке, как и о настоящем человеке. Ну а что бы сказал Мендес, узнаем, что Барри разговаривает с животным. Господи. Я думал, что он придуривается, что просто раскис. Мне надо с ним поговорить. Ну, наконец-то. Спасибо за помощь. Возьми за труды. Навести к Барри. Пойдемте к Барри. Возьми за труды. Сейчас зайдем. Если он еще с собой не покончил. Ну и... Я же сказал, без ордера ты сюда не войдешь. Хватит, Барри. Давай просто поговорим. Петрова рассказала мне про твое последнее дело. Просто жесть. Значит, шеф велел молчать в тряпочку? У меня тоже такое было. Один урод детей убивал. Оказался исправление Петрахема. Ничего с ним не сделает. А у меня до сих пор это перед глазами стоит. Пацан в зеленой майке, а на ней желтый кот мультяшный. Заходи. Все, выполнили. Ну, отлично. Интересная, конечно, история с проблемами у Барри. Может кому-то показаться смешной. Но странно. Человек такой вот. В определенной степени был поехавший изогнобленный. Что черепаху считал своим единственным другом. Ссылкам на плейлист в описании и под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на инстаграм. Ставьте лайки, пишите комментарии. Жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.